Он стал массово появляться в середине прошлого века. В стране, разрушенной войной, не хватало кормов, а без них нельзя было развивать животноводство. По приказу партии за дело взялись биологи и генетики. Результатом их работы стало растение, которое должно было накормить всех советских буренок. 9 мая был последний снег шел. Через пять дней уже борщевик отрос на 60 сантиметров. Николай Петрович Тимофеев, лично знаком с борщевиком с 79-го года. Тогда главный агроном колхоза имени Калинина, чтобы научиться правильно высаживать то, с чем мы теперь безуспешно боремся, ездил в сельскохозяйственный научный центр Сыктывкара, где в те годы изучали это растение. Они достигли таких больших успехов. Это действительно было чудо-культурно, которое растет до 3,5-4 метра высотой. Урожай дает 10 раз выше. Залейся кормов, животноводов, мясо, молока. И вот по всей России стали этот борщевик распространять. Лучше всего борщевик чувствовал себя на севере. Много света летом, а также большие площади заболоченной местности, которая специально осушалась для его посева. К плюсам этой культуры относили возможность получения трех урожаев в год. В итоге только в Котласском районе под началом Тимофеева было около 10 полей, засаженных цветком Геракла. Нанимали школьников и руками сели. Бородзу нарезали, как из-под картофеля, и руками сели. То есть никто не обжигался, семена совершенно безвредны. Осенью сели. Через два года мы уже получили первый урожай. Выкашивали. Селосовали с другими культурными смеси. Кормили животных, молоко, мясо. Кто с ним работал, доярки, трактористы. Никто не обжигался. Ожоги, считает Николай Петрович, бывают только у тех, кто не умеет с борщевиком обращаться. Обжигают только в том случае, если мы натираемся соком, соком, так, себя, и затем ставим на яркий солнечный свет. Причем нужен ультрафелля. Тогда, да, борщевик защищаясь, он вызывает холодный взрыв. Сейчас, в данный момент, весной, у нас ультрафелля нет. Поэтому можем соком намазываться, никакого воздействия вредного нет. Поэтому корову можно кушать. Если я могу прикасаться, ничего не будет. И как многие яды, которые в зависимости от концентрации способны оказывать лечебное действие, борщевик можно использовать в медицинских целях. Но, разумеется, предварительно посоветовавшись с вашим лечащим врачом. Сок борщевика, выжатый, можно сделать мазь, перемешивая другими компонентами. Затем натирать человек, больного человека, который кожные болезни, экзема, лишай. Натираем, затем облучаем, уже не солнышком, а специальными ультрафеллятными лампочками. И ведь эта грибная, грибная болезнь вся полностью отходит, человек выздоравливает. В наши дни эта культура стала неугодна. Может, чем выращивать борщевик на силу стало выгоднее кормить животных комбикормом или привозить уже готовое мясо из-за границы. Если раньше существовала программа по распространению, то сейчас на уничтожение борщевика только в Ленинградской области планируется потратить более 20 миллионов рублей. Говорим, вся Россия заросла борщевиком. Это означает, что по факту, конечно, не так. Она вдоль дорог только единичная. В глубине леса, в других местах борщевика нет. Бывший агроном считает, что гонения, которым подвергается борщевик, не заслужены. Месть Сталину нужно правильно использовать. Ведь помимо корма для скота, это растение обладает рядом других полезных свойств, которые можно применять даже в промышленности. Одно из них – рекордное содержание сахара. Сахар – это источник спиртов. Спирт может быть технический, это анол чистый, который может заправлять автомобили. Его можно использовать в лодной промышленности для получения специальных сортов целлюлозы. Борщевик один гектар заменяет семь гектаров леса по выходу целлюлозы. И с отходами производства Николай Петрович предлагает бороться с помощью этого растения. Как пример, вот это поле, куда свозились отходы с ЦБК. Оно было засеяно борщевиком, и тот начал сжечь. Не только над, но и под землей. Мутор весь сгорает, и годами меньше, меньше, меньше поле седа. Она была высокая. На два метра было выше. А сейчас она полностью села. То есть органика сгорела. Остается одна золан. За все десятилетия массового распространения цветка Геракла он обзавелся не только сторонниками и противниками, но и собственными мифами. Им обжигались, его курили, а кто-то… Был у нас один цыган. Он не хотел обидовать свою молодую жену. Ему нужно было вещество, растение, которое потенцию вызывало. То есть, что было активным. Вот он ходил здесь, на поле, рюкзаком приезжал на автобусе, выкапывал корни, подрезал и целыми рюкзаками. Неделю возил. Затем засушил. Я спрашивал, ну как? Помогает? Да, говорит, помогает. Шибко помогает. Жила довольна. И в заключении. Если у вас нет рогатого скота, вы не собираетесь варить самогон на борщевике, строить целлюлозный комбинат, перерабатывать отходы, и вы не сторонник народной медицины, а вокруг вашей дачи, обжигающей джунгли, есть один простой и действенный способ уничтожить это растение. Как только варшевик начинает стебель выбрасывать, бутоны, мы его просто обрезаем ножом, косой, чем хотите. Семян еще нет, просто переламываем. Стебли нет, семян нет. Старые растения отмерли, и все. Он уходит с поля, никаких проблем нет.